Лошади послабее. Чуть проблема была с ним. 150 лошадей хватает? Да, хватает. 6-метровая, да? Ну, если наш, да, скорее всего, было бы 180, и они приравнивались, может. Или здесь больше, ну, я так говорю, там олени, а там ишаки, наверное. Ширина захватывает. Здесь, значит, 6,4 метра, 37 сошняков, расстояние 17,5 сантиметров между сошняками. У вас автопилоты сошняков не едут? Или они впереди там? Маркеры? Маркеры есть. Маркеры работают нормально. Да, по ним мы ездим. Перекрытий особо не делаем. Значит, селка 45-00. Здесь дифазный диск, 14 дюймов и 16 дюймов. Ну, в данный момент они, конечно, поизносились, уже примерно одинаковые. Но свою функцию они выполняют. Режут почву, по крайней мере, нормально. Иногда бывает проблема, когда растительные остатки, большой слой, особенно весной. Когда сеем горох, как бы, ну, бывает, если полова. Не так солома, как полова вредит. А это что за опция, вот, весит? Это опция, значит, очень важная. Здесь примерные нормы написаны на табличках. Это для высева семян. Ну, в пересчете для себя делаем. На крайнюю вешаем канистру и контряком перепроверяем. На ходу? Сейчас, да, наши прошли на ходу. Насыпали по телефону, там, метраж вымерю, сейчас навигатор у каждого. И перепроверили норму. Точнее они бывают. Да. Уже гарантированно. У нас это называется тестовый проход. Пытались крутить колеса, но как-то не точно получается. Там уже и пробуксовка, все учитывается. Сеялка Гаспарда Реджина. Значит, восьмерядковая, тоже для нулевой технологии. Ну, тут, как бы, все, в принципе. С колпером, высевающий аппарат Гаспардовский. На всех сеялках он стоит такой. Уважаемые коллеги, пустите меня сюда, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вы вчера говорили о сеялках, но там у нас везде были сеялки только сплошного села. То есть для, вот тут сеялка для пропашных культур. Поэтому здесь обратите внимание. Впереди видите разгребатели солома, о которых мы вчера говорили. Они выполняют функции освобождения соломы. Вчера рассказывал нам Ширяев Сергея Андреевич. Плюс и минус этих работ. Ну вот, они вот наглядно вам представлены. Впереди идет колтер, потом диск, высевающий аппарат вакуумный. И, как положено, пропашные. То есть она сеет точно. Ну, это Гаспарда, это известная ферма, которая у нас была сеялка, давала традиционные технологии для пропашных. И вот для этих технологий. Но здесь восемь рядков. И как бы ни было, производились, конечно, маленькие. Когда большая площадь подсолнечника, ну, многие хозяйства. Или покупать надо опять набор, почти такой же набор сейлок и этих. Если финансов не хватает, сеет сплошного сева. Тоже мы об этом вчера говорили. Ну вот, как правильно, в принципе, надо сеять пропашные. Вопрос междурядей. Это тоже обсуждаемо. Здесь можно переставлять междуряди у них? Нет. Тут нет. В других сейлках есть, которые мы вчера рассказывали тоже. Там, допустим, у этого Упертини. Она может сеять и зерновые, и пропашные точного высева. И можно переставлять междуряди. Хотя на турбине есть еще на 4. Ну, 4 можно. Ну, скорее всего, здесь междуряди. Ну, она должна быть под сахарную сейлку 12 междуряди. Но если можно на 45 сдвинуть, я думаю, вопрос, есть ли места под 45. Под сейлку есть. Наверное, на 45 сейлку и сеется. Тогда под 45 можно сделать. А 52 там, допустим, и так дальше. Это вопрос другого. Но тогда надо покупать не 8 высевающих аппаратов, скажем, а 10 или 12. Я прошу просила дальше. Так, в этом году у нас получилось посеять пропашные культуры без разгребателя ряда. Солома мало? Без очистителя ряда. Потому что было мало соломы, урожай пшеницы был в прошлом году плохой. В среднем вышло там 27 центнеров. Ну, нормально получилось. Начинали с ними, потом увидели, что они не нужны. И поснимали, как лишнее забивание, убрались. Потому что соломка все равно есть. Было сыро, грязно. И все равно это проблема весной. Так, тут разбрасыватель не сырого нету? Это заводской разбрасыватель Половы. Значит, на следующем комбайне у нас комбайн Полесья. Ну, мы его сняли и как бы так что-то забыли поставить. Он лежит у нас под навесом. Там, значит, у нас в Михайловске делают в агропромтехнике. Но, по крайней мере, они в работе, что заводской, что уже установленной, в принципе, работают удовлетворительно. Нас устраивало. А все ширины вратки? Чуть-чуть не добрасывают. Чуть-чуть, может, там, полметра. Полову тоже раскидывают, да? Именно полову. А солому? Солому разбрасывают уже с измельчителя, ну, штатный. Вы измельчаете солому? С черной разбрасываете? Измельчаем. Вы измельчаете. Ну, будем не измельчать, потому что, видишь, какие вот приобрели. Мы сами на них смотрим, мы пока еще не знаем. А, уже очес. Уже очес. Там и солома-то нет, да? Да. Там нечего будет измельчать. А густые не ставят? Значит, мы видели, как они работают. Нам не понравилось. Поэтому не стали задумываться о них. Ну, а здесь приобрели, конечно, в ногу со временем. Мы там сжигаем, приобрели жадкие очесывающие, но еще их не вымазывали. Ждем наладчиков. Настрают они нам, покажут. Ну, в этом сезоне будем работать. Правильно вы сказали. Ждем вас, чтобы вы не заморались. Ну, может, даже салитол повытирали там. Если что, можно пощупать. А они без копирок? Эти без копирок. У них есть копирок. У них семерки, есть копир, колеса. Колеса. А башмаки вот эти? Это башмак как опорный. Ну, как они нам рассказывают, значит, это примерно регулировка высоты среза. Опустил, на почву положил, на 10 сантиметров приподнял. И все, это примерно. Ну, в зависимости потом от травостоя, уже дальше регулируется. И, соответственно, вот эти блюши, как он у них там называется, декилированные, которые в данный момент. Это первые жадкие у вас врачи не было? Нет, раньше не было. Ну, как бы, видели, как работают, поэтому уже сами задумались. Значит, вообще нас толкает на это больше, как весенний сел, чтобы облегчить весенний сел. Как гороха, так и пробашных. Потому что проблема потом с соломой, с забиванием, с непрорезанием. Мы же выходим, стараемся же раньше выйти. Солому не режет. Да, она потом хорошо идет, селка, когда солома протряхла. Ну, уже в лагерь. Сроки упустили. Поэтому, дай бог, если все нормально будет, заработать, значит, будем, может, облегчиться у нас весенний сел. Вы подзяли жадкие? Две. Ну, у нас два комбайна, две жадкие. А вот как это сравнить? Вот это, если хватит комбай, у вас сравнили с нашим комбайном? Чисто по комбайнам сравнение? Но, я скажу... Нормально работают? Работают нормально. Работают нормально. Начинаем где-то вот вникать там уже в железо. Там кое-какие моменты такие появляются. Неутопство снять, заменить, открутить. Обслуживание. Постоянный шум в кабине, вот этот отгурок, который зудит комбайнеру в ухо. Которые сказали, что это заводское, это нормально. И, как бы так, не обращайте на это внимания. Первый шутер. Уважаемые коллеги, мы вчера говорили много о уборке методом отчёса растений. Вот это вот, они называются гребёнки. Сами гребёнки, их модификации, видимо, может быть много. Я не глубокий специалист этого дела. Но есть гребёнки, видимо, какие-то особенности там убирать на... Убирается, кстати, люцерну отчёсом. Очень хорошо получается потерь меньше. Убирает лён масличный, тогда не надо, скажем, это соломой возиться убирать. И уборка идёт гораздо быстрее, чем косить его. Там надо хороший режущий аппарат, ещё не так просто. Как уборка? Вот это вращается барабан. Есть одно барабанное, там двух барабанное, значит, технически. И вот эти гребёнки, они счёсывают. Почему называется отчёс? Как бы счёсывают, забирают в себе только колос или даже зерно из колоса. Ну, бывает, обрывается колос. Ну, бывает, попадает немножко соломы. Поэтому в бункер, как были, в приёмную камеру попадает всего только зерно и немножко соломы. Комбайн работает практически на холостую. Соответственно, расход топлива меньше и производитель с работы. Мы работали в урожайном. Сейчас аспирант у нас работает в хлеборобе. Значит, такая история. Пришла первая жадка. У нас была она украинская. Я не буду рассказывать, почему. Как она называлась? Славянка. Славянка, да. Семиметровая. Директор хозяйства, тоже инженер образования, даёт лучшему механизатору. Ну, уже три дня молотили. Он скривил такое, говорит, ну, я уже молочу, ну, что я буду с ней, ну, не знаю, чё. Ну, дал механизатору послушному. Он пока по классу меньше. Тот её отрегулировал, был специалист здесь. И начал работать. Вот они заходят до нами, целый день упираются там, или там у них такие же комбайны были. Тридцать гектар. А этот вечером выезжает шестьдесят гектар. Урожайность одинаковая. Ну, а директор сказал, зарплата будет у тебя такая же, как у всех, за намолоченную тонну. И плюс пятнадцать процентов за равномерное распределение растительных остатков по поверхности почвы. После неё же равномерно. А те-то неравномерно. Те, а, 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 а что? Ну, равномерно. В итоге, он по итогу года обогнал этого лидера почти в два раза по намолоту. По зарплату два с лишним раза. Зимой приходит этот комбайнер. Дай мне жатку, я вот теперь его возьму. Он ему, это самое, фигуру из трёх пальцев. Вот тебе теперь жатка. А он купил ещё три жатки. Уже отдал другим, ему не дал. Не захотел? Вон отсюда, значит, в сторону. Так что вот такая. Вопрос, опять сразу вопрос. Уборка. Потери. Самое главное, потери сразу большие. Значит, если неправильно отрегулированная жатка, потери будут большие. Значит, регулировали, специально приглашали первые жатки. Приезжали специалисты с Харькова. И мы делали контрольные молоты, делали учёты, определяли потери по квадратным метрам, поперёк жатки, в шести местах. Там, значит, через каждый метр определяли. Потом по площади. Статью мы большую написали в достижении науки и техники за прошлый год. Вот, мне кажется, последние или первые в этом году. Там мы всё это описали. И потери, и распределение соломы, и, как его, полово-разбрасыватели, безболово-разбрасыватели. Единственное, мы ещё не дошли, это наш следующий этап будет, как урожайность будут яровых культур после очёса и после низкого среза. Там у нас опыт и низкий срез, 20 сантиметров срез и очёс. Вот сам процесс очёса, мы рассчитали экономику этого вопроса, с учётом покупки жатки дополнительной, она стоит сейчас уже больше 2 миллионов рублей, насколько я знаю, плюс ремонт её, значит, и так дальше. Но, поверьте, производительность, у него 10 комбайнов он нанимал на уборку. Как только одну купил, эту самую, он берёт 9 комбайнов, второй купил 8 комбайнов, третий купил 7 комбайнов, понимаете? Ну, а уже комбайн не надо заправлять, не надо ремонтировать, не надо кормить механизаторы и так дальше, и так дальше. И это уже как бы эффект от этой жатки. Поэтому, и кроме того, этот эффект, он в целом побочный. Потому что самый-то главный эффект, что мы получаем урожай, я вам вчера говорил, на 5 сантиметров подсолнечника больше после этой уборки. Ничего больше. Во-первых, вы получаете эффект от уборки таким способом, во-вторых, вы уже получаете результат на урожай следующих культур. То есть, вот эта технология уборки, она очень важна и внимательно с ней надо работать. Ну и опять тогда сейлка, чтобы она могла работать по растительным остаткам, по стоящим растениям, этим бодыльям, будем так говорить, льна масличного. Не все сейлки, а какие-то сейлки наматывают. У которых там есть какие-то болтики торчат, на оси или прикручивают, что-то фиксируют. На эти болтики наматываются. То есть, тут очень большой набор. И поэтому, если кто-то собирается переходить, я бы не рекомендовал сразу хозяйство переводить. Купить маленькую сейлочку, купить там жатку, отвезти в какую-то площадь силоборот, потренироваться там. А потом, когда уже научился, чего-то понял, тогда выходить на более большие площади. Не рискуйте. Особенно, если в соседей нет никого наутильщиков. Мы приставили еще одну сейлку, вернее, эту жатку. Это как реклама жаток уже пошла. Для того, чтобы увидели открытые сетки, чтобы заглянуть вовнутрь и посмотреть шнек. Консульный шнек, как обычный. Да, консульный шнек, там обычный. Зазоры с заводом были выставлены нормально. Проверили, запустили, уже пропустили. Все вроде как, претензий нет. А дальше настройки уже сделали специалисты. Это шкала, как стадет? Это шкала, чтобы комбайнеру было видно. Там есть у нас табличка, ну, примерно, уже там троечка, четверочка. Это уборка, если низкая солома стоит, низко колоски есть, дальше открыть можно будет, вернее, троечка-четверка на высоком, а 5-6, вот это, значит, колосок должен идти где-то примерно от, ну, грубо говоря, ударяться в любом положении, если она будет регулироваться, ударяться вот примерно вот в переднюю точку, да, вот сюда. И тогда его будут захватывать. Он потихоньку наклоняется, его захватывают гребенки и уводят уже в комбайн. Если сюда будет колосок падать, он будет ударяться, потом туда вниз и будет вымолачиваться, просто высыпаться, вымолачиваться, нельзя это допустить. Можно я еще про жатку расскажу? Почему не семи метров? Значит, приезжаю в этот, как она, Павловская Нива, хозяйство, знаете, большое хозяйство. Будете убирать очесок? Нет, не будем. Почему? Очень большие потери. Ребята, ну что вы? Нет, большие потери невозможны. В это время как раз вот на наше хозяйство убирали очесок. Звоню директору, говорю, вы еще убирайте, еще три дня будем убирать. К тому руководителю Павловской Нивы, говорю, говорю, ты это самое, своего специалиста быстро туда, и когда он там будет, приезжайте, отрегулируйте и начинайте убирать. Хорошо, дайте мне телефон. Звоню этому специалисту, он посмотрел. Ну что, уже жадку навешивают, он еще ехал, жадку уже навешивают. Приезжай после уборки. Сколько убрали? Как потери? Без потерь. Прекрасно, все хорошо отрегулировали, поняли, ошибка была наша. Ладно, сколько убрали? 200 гектар. Вы что, одной жадкой убрали всего 200 гектар? А больше побоялись. А почему побоялись? А как мы будем сеять? Ну ты что-то опять будешь делать. Да настроили все, теперь сеять бояться. Весной звоню, ну как посеяли? Вот дураки, говорит. По очесу сеяли, как вот смеялись. А где стернят, там плакали. Забивается все. Вот опыт такой у нас был. Так, ну я их не запоминаю. Бертини. Бертини сеет прекрасно. Я вчера показывал эти следы, это Бертини. Такие, такие. Так, и где уж хозяин? Все, продолжаем дальше. Куда идем? Ну тут вопрос о выборе жадок. Ну много мы там и литературу читали, и отзывы, и по краю звонили именно у кого они есть, именно эти жадки. Ну пришли к мнению, что как бы так, средняя цена-качество именно вот на зоне сошлись. Значит, другие есть жадки у них с копирами. Копиры на колесах, но они стоят уже на семерках жадки. Насколько они нужны? Насколько нужны, ну как бы для того, из-за ширины, из-за неровности почвы, чтобы не было повреждения. Они как отбойники служат. Они не как копиры, они как отбойники, скорее всего, предохраняют, если вдруг где-то какой-то перекос. Я думаю, что так. Ну у нас поля практически ровные. На колесах, в смысле, жадка на колесах? На отбойники, значит, она так же идет, значит, как башмаки вверху, но при ударе, при резком каком-то колебании, это колесо служит как отбойник. Как предохранитель, а то, чтобы не ударить. Ну да, чтобы не ударить его. Еще тогда добавлю. Значит, первые жадки, когда сделал Пензмаш, я работал проектором по научной работе Аграрного университета, мы купили эту жадку для того, чтобы пробовать. И вчера Сергей Дмитриевич, помните, замминистра, который приветствовал нас всех, он как раз работал в Аграрном, на Мехфаке, и мы занимались этой жадкой. Они как инженеры смотрели, а мы как агрономы, какого качества. Значит, поля не очень ровная. Тогда не было ни башмаков, ничего жадкого гонять 5 км в час, как мы гоняем те комбайны. Ну, тогда не надо ее брать. Как только скорость увеличим, поля не ровная, и эта жадка об землю хватает, и землю хватает, туда в бункер гоняет и так дальше. То есть там мы нашли много недоработок инженеры. Они приехали, мы им показали это все, и уехали пензенцы, значит, и дальше модифицировали. Но как раз в это время начались жадки, которые надо было нам убирать отчесом. Мы посмотрели украинскую, привезли первую украинскую, и поэтому в Ставропольском крае были все украинские жадки. Ни одной пензенской не было поначалу. А ростовчане привезли пензенские жадки, в Ростовской области работают пензенские жадки. Но у этих таких были нарекания, но сейчас они тоже поправили, лучше стали. У них сейчас в стадии появились жадки, насколько я знаю, 10-метровые. Они предлагали, мы хотели, чтобы привезли, ну что, скажем, Торуму уже гонять такой жадкой, но он уже как бы неправильно. Поэтому пензенский, пензмаш тоже прошел вперед. Я не знаю, есть ли между украинскими, харьковскими жадками и пензенскими, навряд ли разница. Те, что у нас, сейчас мы увидим Шелборн, ну не знаю, не могу сказать, может она чем-то и лучше. Но когда цену посмотришь, одно место начинаешь чесать, вот коллега мой чешет, видите, правильно делает. И второе, как что-то, не дай бог, что сломалось, то надо где искать. А это все-таки пензы свои родные, даже в Украину не надо ехать. Так, что еще? Григорьевич. Сколько процентов? Пять. Пять. Так, ну по жадкам все, в принципе, можно посмотреть, как бы, дальнейшее наше хозяйствование, да? Ну там вот, следующая ворота, у нас стоит бункер-накопитель, который незаменим при нулевой технологии. Можно пройти, посмотреть. Ну а так, все стандартное, в принципе, у УЭС-ки, как бы, особо ничего у нас такого нет. Я бынул. Бункер-накопитель очень хорошо помогает во время уборки. Мало того, что при нулевой технологии требования не затаптывать почву. А это чье производство? Не на ныне, или нет? Значит, это производство делает частник, но в Александровске покупает ДОН-20, полностью ДОН-20 базов, меняет шнеки выгрузные-загрузные, меняет элиотинки там внизу, редуктор другой, ну как бы так, модернизирует и продает. Колеса, да, немножко увеличены, чем на заводских стояли, ну это К-700-овские, наверное. С украинской министратурой по цене? Значит, сравнивал я с Ливианей. Ливианей на тот момент стоил 2 миллиона, а этот и купил за 800 тысяч. А сколько влезает к бункеру? Вообще он, значит, 16 кубовый, вернее, 20 кубовый, ну 16 тонн, получается, в Патеринбурге. Ну мы его еще используем как загрузчик сейлок, вот мы сейчас установили на него воронку, подачу семян. И установили там вот на гидроцилиндре стоит регулировка, там набор пластин, для того, чтобы можно было открывать-закрывать и как бы так, подачу. Потому что одно дело в КАМАЗ выгрузить, быстро надо, другое дело в селку, надо уменьшить подачу. Ну там приспособили открытием гелиотина. Гелиотип. А это выгруза по солнцу? Да, это протравливание вручную. Когда не надо сейчас строить, протравливаем семинар. А он загружается, как, на ходу, не на ходу? Ну, как бы на ходу у нас механизаторы никак не научатся. Выгадайте, мне это самое, ты не говоришь. Только на ходу. И если этот механизатор не научился, выгони его. Я тебе скажу, что я лично сидел на комбайне. Где Сергей? Брат? Где-то? Нет. На комбайне, это был 1994-1995 год, у нас были эти комбайны. На ходу, лично, за рулем, механизатор сбоку, КАМАЗисты даже выгружались, вонхера на копителе выгружались. Никаких проблем. Просто немножко на зарплату нажать, если будешь останавливаться, зарплата будет ниже. Завтра утром научатся. Кроме того, уважаемые коллеги, в Аргентине, допустим, они уже ушли дальше, естественно, они тоже все убирают вместе с бункерами, только с бункерами накопителей. Никак. И комбайн, вот вы приехали к фермеру, молотит комбайн, наемный комбайн. Фермер, значит, для того, чтобы спросить, вы хотели, как урожайность, у него же там приборы есть. Он не остановился, комбайнер не остановился. Мы на ходу запрыгнули, посмотрели, спрыгнули. Потом отъехал к краю поля, вышел, что вы хотели? Запрещено остановиться на курсе. И бункера накопители, там на ось ставятся электронные весы, я не знаю, какие устройства. Эти электронные весы сидит в бухгалтерном или кто-то в конторе. Он выехал с поля, он видит, что вот столько повезли. И он сразу поехал на то место, где разгрузка. Идет автоматический учет урожая. Причем компьютерно, компьютеризировано. Туда не влезешь, не начнешь, там меньше и больше делать. Вот то, что пошло через электронную, то есть и с поля.